На рынке DJ-оборудования состоялась большая премьера. Это профессиональный микшерный пульт Pioneer DJ-M900 Nexus. Он пришел на смену популярнейшему во всем мире пульту Pioneer DJ-M800 и отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Однако, особо стоит отметить, что новый микшер сохранил эргономику, размеры и компоновку предшествующей модели. Думаю, вы обратили внимание на то, что все находится на привычных местах. Однако, это абсолютно новый микшер, который получил Pro DJ Link, 13, особо отмечу, квантизированных эффектов, X-Pad, 6 Sound Color эффектов, USB-вход, который позволяет соединить его с компьютером. А также, этот пульт сертифицирован для использования с программой Tractor. Теперь давайте познакомимся с ним поближе. Первое, что стоит отметить, и что его выгодно отличает от DJ-M800, наличие USB-порта. С его появлением открылись самые широкие возможности. По сути, микшер превратился в четырехканальную звуковую карту. Теперь его могут использовать не только диск-жаки, но и электронные музыканты. Причем, как на выступлениях, так и при работе на студии в качестве аудиоинтерфейса, микшера и даже миди-контроллера. Для начала работы установите на компьютер утилиту настройки DJ-M900 и соедините их USB-шнуром. На новом микшере появились и 6 Sound Color эффектов. Если вы помните, в DJ-M800 их было только 4. Эти эффекты пришлись как нельзя лучше. И теперь возможно использовать длинные ривера, фильтры High Cut, Low Cut и даже в какой-то мере дилеи, при этом не прибегая к использованию бит-эффектов. Из привычных эффектов по DJ-M800 мы обнаружим только краш и фильтр. Добавились. Space. Эффект длинного холла. При этом, поворачивая ручку Color эффекта от центрального изначального положения по часовой или против часовой стрелки, мы выделяем в большей или меньшей степени верхние частоты против часовой стрелки, соответственно, низкие частоты. Еще, что очень немаловажно, эффект продолжает звучать при убранном фейдере. DUB-эхо. В этом эффекте при повороте ручки меняется не только частота, но и время работы эффекта, в данном случае скорость повтора звучания. Чем дальше вы поворачиваете регулятор от изначального положения, тем больше становится задержка на более низком или напротив, более высоком частотном диапазоне. Следующий эффект – это гейт. При использовании этого режима мы получаем эффект, который был бы возможен при работе с компрессором. Поворачивая ручку, мы как бы изменяем его настройки, что можно использовать и очень выгодно во время выступления. При этом, поворачивая по часовой стрелке, мы используем эффект компрессора против эффект гейта. Нойз. Он пришел из Pioneer DJM2000 и способен выделить необходимый фрагмент в вашем сете. Его разнообразно возможно использовать совместно с бит-эффектором, что я и продемонстрирую несколько позже. Итак, бит-эффектор. Здесь произошли глобальные изменения. И при первом беглом знакомстве, на что сразу же падает взгляд, это на белую полоску, которая появилась под экраном. Это X-Pad. Одним прикосновением к нему вы включаете эффектор. При передвижении вправо или влево вы можете менять размер эффекта. Еще одна новинка вас ждет в блоке эффектора – Quantize. Об этой функции лично я давно мечтал. Она позволяет подгонять эффект автоматически под ритм, даже если он изменяется. При детальном осмотре переключателя эффектора нас ждет еще один сюрприз. Здесь вы обнаружите для себя две новых надписи – Spiral и Melody. Это новые эффекты. Spiral – эффект, который может в одночасье устроить целую бурю на танцполе и придать в нужный момент импульс. Просто настоящий цунами в руках диск-жакея. Еще один новый эффект – это Melody. При его использовании мы можем менять тональность эффекта «А» при помощи XPAD и размер. Как я ранее говорил, теперь благодаря двум, по сути, независимым блокам эффектов и XPAD, возможно, самые интересные, невообразимые вариации эффектов. И несколько я продемонстрирую – те эффекты, которые лично я часто использую во время выступлений. Начнем с композиции эффектов «Нойз» и «Транс». Мне очень нравится использовать их сочетания, особенно в композициях с сломанным ритмом или же перед развитием музыкальной идеи. По сути, это имитация скретча. Следующий эффект я давно использую, но раньше для этого мне требовался отдельный блок эффекторов – пионеров X1000. Сейчас, благодаря XPAD, эффекту Roll, его можно воспроизвести и на этом микшере. Практически все эффекты обрели новые возможности с XPAD, даже элементарный ревербератор. Еще одну комбинацию эффектов хочу продемонстрировать. Это гейт-компрессор и XPAD, которые вместе дают возможность делать очень интересные перебивки. Итак, пора подводить итоги. Что лично я отметил в этом микшере? Интуитивный и эргономичный. Он сохранил все лучшие качества предшествующей модели и одновременно полностью удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня. С ним также легко, просто управляться. Все находится на привычных местах. Однако, возможность работы с компьютером благодаря USB-входу, подключение четырех проигрывателей, программы Rekordbox через Pro DJ Link, новые саундкало-эффекты, бит-эффекты в сочетании с функцией Quantize и XPAD, а также возможность использования микшера и как MIDI-контроллера, и как четырехканальной профессиональной аудиокарты 2496 от Pioneer дают очень большие возможности. Особо отмечу, как в работе на студии, так и в клубе.